В исправительной колонии России пришли вагнеровцы. Они вербуют заключенных. Говорят, что будет минимум 50 тысяч. Они поедут на войну в Украину. Каждый день нам звонят заключенные, родственники, жены, матери, сестры. И все спрашивают, а что, что, что будет дальше? А наш главный вопрос. Зачем? Зачем? Зачем они туда едут? Зачем они вербуются? Что? Деньги? Может быть. Зачем они едут? За свободой? За новой жизнью? Или за смертью? Отчего они бегут? Сегодня нам позвонил Роман из Рязани. Он сидит. Сидит не первый раз. Тяжкие телесные. Убийства. Я не сразу стала записывать разговор. Но он того стоит. Послушайте. Назад мало кто приедет. Правильно, как я понимаю? Ну, конечно. А какие бумаги подписал? Скажи мне, какие бумаги подписал? Прошение о помиловании. Вот это мы писали в двух экземплярах. Потом писали еще то, что вот это, допустим, я такой-такой-то даю согласие участвовать в военной операции на Украине. Не разглашение процесса освобождения и место расположения, короче. То же самое. Нельзя говорить, где находишься. А на сколько подписались? На полгода подписались? На полгода подписались? Что вам говорят? Там сроки вообще не указаны никакие. Вообще, то есть сроков нет. Видишь, там все так написано, как бы понятие растяжимое, короче. Там ничего конкретного нету, никаких бумаг не дают. И не эти сотрудники, а вот эти отрядники там бегают. А что это значит, отрядники бегают? Отрядник — это офицер, мелкий офицер, который вот главный над бараком, 120 человек. И вот он бегает. А что он бегает? Происходит вербовка. Вот как она происходит? Эксклюзивно. Он описывает нам все шаг за шагом. Ну а как вам обещали платить родным? Или вам платить? Каждый месяц. Понимаешь, с ними вот эти... То есть, он говорит, вот как бы, ну, во всеуслышание, там он собрал, когда начали... Это кто говорит? ЧВК говорит, да? ЧВКшник говорит, да? Да, вот Пригожин, вот этот, Евгений Пригожин, он, короче, он ментам говорит, давай, короче, валите отсюда. И там говорят, мужики, так-так-так-так, да, действительно, там вот так-так-так, там как бы, да, там, ну да, жарко, там все там. И родным, короче, по сотке, вот там и... Слушай, они прям ментов выгоняют, да, когда с вами разговаривают? Да, то есть, там просто кабинет полностью, штаб освобождается, и сидит там по два человека. Вот он сидел, Рогожин. Пригожин. Как вот там Пригожин, да. И еще один с ним, молодой. Ну, че, говорит, пойдешь? Я говорю, ну, я пойду. Он говорит, а зачем тебе надо? У тебя вроде жена там, семья, как бы, дети. Я говорю, ну, я не знаю, во-первых, по телевизору понасмотрелся, что там, говорю, дети гибнутые, женщины, говорю. Ну, я говорю, я проехал Владимир, у меня много негатива, я говорю, просто, ну, на свободе сейчас, ну, не вариант. Наш собеседник говорит, я прошел Владимир. Что это означает? Я прошел Владимир, то есть я прошел самые пыточные зоны России. Я был там, в строгой зоне, ну, и там же я встретил Навального. Ну, все равно, ну, как бы, там, так-то, конечно, крепили поначалу. Вот, а когда, короче, кто-то, то ли этот, блин, как его, Байден, или кто-то, там, Путину, говорит, вы его повезли убивать, что ли, там, туда-сюда. Я надеюсь, что глупости, типа, не сделаете. И прям раз его, прям, ну, нормально в другую палату перевели, как бы, ну, не стали так давить. Ну, у меня просто, понимаешь, после Владимира, ну, там понятно, что происходит. Столько негатива, что я просто освобожусь, я сейчас поеду и от их администрации там просто повырезаю, я поеду на пожительное. Конечно, берут не всех осужденных. Ну, смотрите, выбраковываются сразу больные, старые, инвалиды. Сразу выбраковываются люди с украинским паспортом. Такие тоже сидят в зонах. Ну, и, конечно, выбраковывается, так сказать, нижняя ступень иерархии. Отделенные, опущенные, они же петухи, они же угловые. Ну, то есть люди, сидящие за преступления против половой неприкосновенности и педофилии. Детектора пройдешь, короче, типа, вот это лжение, как он там, полиграф пройдешь, говорит, и все, что, поедем. Вот, через несколько дней приехали уже вот эти, полиграф проходить. Вот, и там кто-то проходил, кто-то не проходил, кого-то без полиграфа как бы. Ну, они смотрят, видно, на статью, так прям, знаешь, ну, разговаривают с человеком. Кого-то сами вычеркнули. А полиграф что проверяли, любовь к родине? Ну, там вопросы, там, я не знаю, такие задавали, там, всякие, знаешь, пойдешь на ту сторону, не пойдешь. Там, такие. У каждого по-разному, там не было таких, знаешь, однотипных, как обычно, однотипных вопросов. Но мне кажется, это панк и полиграф. А ты в армии-то служил, ты умеешь что делать? В армии я не служил, ну, 90-е. Ну, понятно. Мы что умеем. Понятно. Ты из 90-х, понятно. Ну, да. Эх, ну что, да грохнут тебе, а чего, и что? Ну, грохнут, все мы рано или поздно на том свете будем. Вот ты мне лучше скажи, что это такое за замут идет вообще? Ну, замут война. И что за необходимость такая зекла, чтобы набирать туда, отправлять? Видимо, военные кончились. Просто, ну, на старое же вообще такая, знаешь, жизнь такая, подвох какой-то. Ну, так, конечно, Украина же, Украина же чужая к нам земле. Там украинцы воюют за свою землю. Конечно, они бьются. Конечно, они бьются за свою землю. Просто я вот, допустим, ну, интересно же, как бы, любопытно, я там и там созванивался, и с Харьковым, как бы, знаешь, ну, в интернет залазишь, там с людьми раз раз познакомишься, потому что по телевизору вот показывают одно, а там, как бы, получается другое. Что интересно, самый первый бой с участием заключенных в Луганской области, он был 14 июля. Что мы знаем дальше? Мы знаем о том, что убито уже несколько сотен заключенных. А еще мы знаем о том, что нет ни одного сдавшегося в плен. Почему? Может быть, потому что сзади идут заградотряды из более опытных бойцов, головорезов, вагнеровцев. Они взяли боестников сначала, набирали. Ну, как я пробивал, там, с такими дядьками хорошими разговаривал. Они набрали боестников, боестники они вообще никакие. То есть они не готовы на курок нажать, убить там. Вот, они говорят, не, не покатят. Они набрали таких сначала, там, с Питера, откуда они набрали, там, на Яблоньку, по-моему, приезжали. На Яблоньку, да. Яблонька – это колония в Ленинградской области. Туда вагнеровцы пришли первые. Почему пришли в Яблоньку? Питер. Вообще, я думаю, потому что пригожинцы пошли по месту прописки. Питерские же все. Да, они набрали, короче, вот, и это самое. Те показали себя вообще, то есть, ну, нормально, обезбашенные. И все, они поехали по зонам уже, как бы, так, более обширно набирать там. Знают ли заключенные, что их могут обмануть? Конечно, знают. И обманывают. Обманывают и жены, обманывают и их самих. Деньги, деньги. Очень большие деньги. Кому-то платят. Но рекламная акция так полагается. Они будут нас обманывать и так далее. То есть, нам даже без разницы, нам-то, что наш брат-то терять. Нам нож дадут, мы на автомат пойдем там, как бы, да. Ну, мы не пойдем их тогда мочить. Мы пойдем вот этих мочить. Кто нас и обманывал. Представляешь, что может получиться-то? Я-то представляю. Я-то представляю, что может получиться. Просто они, наверное, башко не соображают это. Я не знаю. То есть, я думаю, может быть, не пойдут они на то, что обманывать-то будут. Потому что у каждого на свободе еще есть и друзья, и знакомые. И у кого-то мозги присутствуют. Если мы, находясь тут, допустим, в тюрьме, можем он позволить себе и телефоны затягивать, и какие-то там вещи, то, естественно, и там мы сможем, понимаешь. И так же мы со временем, сейчас там месяц, два, три, и телефоны появятся, и связь появится, и знакомые подтянутся, как бы. То есть, там может быть очень силы. Либо в то, либо в эту сторону. Ну, да. Вот черная шпалка в двух концах. И все-таки вербовка, даже вербовка заключенных, самого, наверное, угнетаемого класса в России, это все-таки добровольное дело. Они идут действительно добровольно, но многие и отказываются. И ничего. А так можно было? Да, можно. Можно отказываться и спокойно достиживать свой срок. Но наш герой записался, и он сейчас уже там воюет. Но я спросила его напоследок, все же, еще раз, еще раз, скажи, зачем ты идешь? Вот возьми меня негатива, накопилось в душе. Но я сейчас выйду, трезво мы все люди, а вот выпил немножко, и могу сорваться, допустим, на родных, на близких. Потому что что сейчас в зонах-то творится, вообще жопа. И вот этот негатив, получается, на родных выплеснится. А зачем это надо? Я же понимаю, что там я сейчас не смогу. Десять лет отсидел, я не смогу сейчас там как-то нормально, знаешь, в обществу улиц. Я опять что-нибудь не творю. А родственники что говорят твои? Нормально? Одобряют, что ты едешь? Нет, конечно. Ну, мы же взрослые люди, я же, ну, как бы, не маленький мальчик. Я понимаю прекрасно, что я поговорил с ней. У меня ребенку тоже шесть лет уже. Ну, она вроде поняла меня, услышала. Эх, ну ты как-то ее записал в какие-то контракты, что вот ей надо платить, если что? Они, нет, они там бумаги не дают, они, допустим, вызывают в компьютер, вводят фамилии, имя, родственники, с кем созваниваться дают. Понимаешь, как бы вот с ЧВКшниками или там еще с кем-то предъявить им нечего, потому что они пришли, поговорили, посмотрели, что народ прет. Дали какое-то указание, видно, этим миндам, а это делает ФСИИН все, все документы, все полностью собирает. А после войны как-то, если вы жив останешься, что, легче будет? Ну, не знаю, может быть, куда-нибудь уеду, чем-нибудь займусь. А вот еще один невероятный ответ на вопрос – зачем? Зачем ты туда идешь? Его дает уже другой заключенный, другая область, другая колония, Ярославль. И этот ответ записал мой коллега, по-русси сидящей, Руслан Вахапов. А давайте представим себе, что никакой войны нет. И что? Что им делать? Их никто не ждет. И ничто их не держит в России. Они здесь никому не нужны. Они бегут от себя. Они бегут на войну. Но они бегут из этой безысходности, надеясь на что-то еще. А может быть, и смерть для них – это тоже выход. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Продолжение следует...